Существует очень большая разница между тем, чтобы делать то, что нравится, и то, что необходимо. Когда вы начинаете делать то, что необходимо, нет такого, как то, что мне нравится, и то, что мне не нравится. Если вы просто выйдете за рамки одного лишь этого, что мне что-то нравится, мне что-то не нравится, если вы сможете превзойти одно это, 90% вашей духовной работы закончится, это все. Потому что карма, машина, генерирующая карму, основа рабства, всего лишь следующая. Мне это нравится, мне это не нравится, я люблю это, я ненавижу это. Как только вы разделяете мироздание подобным образом, ваша способность прикоснуться к тому измерению, которое мы называем источником творения, становится недосягаемой. Я хочу, чтобы вы обратили внимание. Дети тоже? Хорошо. Эй! Всем вам необходимо обращать внимание на мелочи. Травинку, листик, муравья. Вы видели муравья, а? Вы должны рассмотреть муравья с очень близкого расстояния. Кто бы ни сделал этого муравья, кто бы ни сделал этого муравья, он был сделан с тщательным вниманием? Или же... Да ладно, это же просто чертов муравей. А? Как вы думаете? Очень хорошо сделан. Хорошо сделан или нет? Сделан очень хорошо, не так ли? На самом деле, фантастический муравей, а не просто какой-то там муравей. Так что если создатель, если источник творения готов уделить столько внимания крошечному муравью, то кто вы такой, чтобы решать, что вам нравится, а что нет? Делая что-то за пределами того, что есть собственное я, человек приходит к месту, где он становится доступным для благости. Благость есть. Вопрос в том, можем ли мы ее воспринять? Это нам нравится, а это не нравится. Вам нравится таракан? Почему? Предположим, предположим, что Шива пришел в обличии таракана. Что вы будете делать? Намаскарам. Но как вы узнаете, что это Шива, или просто еще один таракан? Как вы узнаете? Вы не знаете. Так что лучше делайте намаскарам каждому таракану, потому что кто знает, кто из них Шива? Это очень просто. Это то, чему индийская культура учит вас. Вы видите дерево? О, Шива! Вы видите камень? Шива! Вы видите собаку? Шива! Вы видите корову? Шива! Потому что вы не знаете. Вы не знаете, какая сегодня у него будет маскировка. Лучше не рисковать, не так ли? А? Лучше не рисковать. По крайней мере, начните с людей. Вы ведь не знаете, в каком обличье он придет сегодня. Не так ли? Предположим, кто знает? Вот почему. Кого бы вы не увидели? Ведь кто знает, как он замаскировался сегодня? Если вы будете такими, то благость снизойдет на вас. В этом нет сомнений. Не будет необходимости идти на ее поиски. Не нужно будет идти искать Бога или истину. Она прольется на вас дождем. Это произойдет. Субтитры создавал DimaTorzok